Здравствуйте! Герой сегодняшнего нашего ролика это монокуляр призмены 7 на 50. Сейчас я его продемонстрирую. Вот такой монокуляр. Производство Загорского оптика механического завода. Монокуляр выпущен в 1981 году. И является очень хорошим оптическим прибором. Изготовлены еще во времена СССР. Комплектация монокуляра это оригинальная кожаная сумка на ремне. Сумка чехол такая для переноски. И собственно сам монокуляр. Немного теперь о маркировке. Как видим маркировка идет еще советская. Шрифт оригинальный. То есть МП. Значок завода изготовителя Загорского. Оптика механического завода ныне это Сергеев Посад. Далее МП это соответственно монокуляр призмены. Далее цифра 2 вторая версия прибора. Далее 7 это кратность увеличения. И 50 диаметр объектива. Также в маркировке присутствует знак качества СССР. Что намекает на высокое качество прибора. И изготовлено соответственно в СССР еще прибор изготовлен. Монокуляр достаточно прост в использовании. То есть это фактически одна половинка бинокля. Был такой морской бинокль. Который также выпускался на зомбзе. Соответственно 7 на 50. А это его младший брат. Соответственно вторая половинка. Ну и соответственно более дешевая версия бинокля. Но также пригодная для наблюдения. Так что хочется сказать о приборе. Прибор очень удобный. То есть в плюсах у него компактность. Высокая светосила. Все таки 50 миллиметров диаметр объектива. На 7 кратное увеличение. Это означает что картинка будет достаточно светлой и яркой. Даже при наблюдении в сумерки. Невысокая кратность изображения. Дает высокое качество картинки. Это резкость. Высокое разрешение. Контраст. Соответственно детализация. Ну и удобство при наблюдении. На малой кратности. На 7 кратах. Не будет такой тряски. Шевеленки как на 12-15 кратных манукулярах. Либо биноклях. То есть можно без тряски комфортно наблюдать. С рук длительное время вести наблюдение. При этом картинка будет оставаться четкой. Резкой и яркой. Интересное просветление у объектива. Оно такого зеленовато-светло-зеленого оттенка. Обычно идет либо темно-синее. Либо фиолетовое просветление. На загорских приборах. А тут оно интересного. Такого зеленого оттенка. Скорее всего экспериментального. Которое делали в начале 80-х. Конструкция очень добротная. То есть вот эта шикарная кожаная обклейка. Рельефная. Прибор удобно держать в руке. Он не скользит, не выпадает. Качество сборки очень на высоком уровне. То есть подгонка всех деталей. Проработка всех даже мелких элементов. Фокусировка производится при помощи кольца окуляра. То есть диапазон фокусировки очень широкий. От минус пяти до плюс пяти диаптрий. Резкость навести можно под любое зрение. Даже если у вас аметрия глаз. Или зрение в меньшей единице. Возможности окуляра позволяют навестись. И получить резкую картинку. Абсолютно при любом зрении. И вести удобное и комфортное наблюдение. Таким образом. Прибор прос в эксплуатации. То есть всего одна регулировка у него. Таким вот кольцом окуляра. Производите наблюдение. Настраивайте резкую картинку. Удобно для вашего глаза. И смотрите. Смотреть можно продолжительное время. Как я уже сказал. Потому что кратно-семикратное. Даже в холодную погоду. Нет тряски, шевеленки. И прибор удобно фиксировать в руке. То есть зафиксируете. И ведете наблюдение продолжительное время. Плюс сам по себе он легкий. Руки не так быстро устают. Как на тяжелых 12-15 кратных биноклях. 20, которые весят больше килограмма. Вес прибора порядка 600 грамм. Его удобно переносить. Имеется сумка. Положил сумку. И можно взять с собой в поездку. В походы. Что очень практично. Таким образом. Прибор качественный. Изготовленный в советское время. Соответствует всем ГОСТам. Качество изображения высочайшее. Для 7 крат. Высокая светосила. Объектива на 50 мм. Высокое разрешение. Детальная проработка всех. Даже самых мелких элементов. Поле зрения. Высокий контраст. Цветопередача смещена. Немного смещена в теплые тона. Но в то же время. Отлично. Все цвета передаются отлично. И распоздаются также отлично. Поле зрения достаточно широкое. Не такое широкое. Как на широкоугольных биноклях. И монокулярах. Но тем не менее. Комфортно для наблюдения. Опять же. Что еще. Следую сказать. Ну. Прибор. Изготовлен добротно. Качественно. Картинка изображения. Потрясающая. Семи-восьмикратные бинокли монокуляра. Они как раз славятся. С высоким разрешением изображения. То есть. Если вы. Предпочитаете. Если вам не нужна высокая кратность изображения. Но в то же время. Предпочитаете высокое качество. Самого изображения. Высокие оптические свойства. Требуете. От прибора. То этот прибор. Как раз. Ваш выбор. Еще раз скажу. Что. Качество изображения. Вас приятно. Удивит. Прибор. Хочется смотреть. Смотреть. Не отрывая глаз. Поскольку картинка. И светлая. И яркая. И резкая. И детальная. То есть. Реально. Качество изображения. Лучше. Чем есть. На самом деле. Предпосмотрим. Этот прибор. Так что. Рекомендую. К покупке. А. И по стоимости. Стоимость. Таких монокуляров. Произведенных. В советское время. На вторичном рынке. В настоящее время. Они сейчас. Уже не производятся. На вторичном рынке. Цена их колеблется. От двух до четырех тысяч рублей. Цена этого экземпляра. Но. Он имеет следы использования. Потертости краски. Цена этого прибора. Вместе с кожаным ремешком. С фрукляром. Вот в такой вот комплектации. Две с половиной тысячи рублей. Поэтому. Опять же. Еще раз повторюсь. Рекомендую покупки. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова